МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в выпуске. Новая техника. Хозяйство четырех районов получили новую сельхозтехнику на условиях лизинга. Айгиана. В день памяти поэта, принесшего республике всемирную славу, в национальной библиотеке открылась выставка. В Яблочко. Стартовала 15-я спорта киада органов госвласти. В рамках федеральной программы поддержки моногородов «АллатР» получил немалые финансовые средства на развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Как обстоят дела сегодня, насколько успешно реализовали комплексный инвестиционный план, говорили на расширенном совещании по итогам социально-экономического развития за 2015 год. В совещании принял участие глава Чуваши. Визит в «АллатР» Михаил Игнатьев начал с посещения электроавтомата. Когда-то это предприятие было градообразующим. И от его работы зависело благополучие многих «АллатРцев». Коллектив пережил разные времена, но сумел сохранить производство. Михаил Игнатьев побывал в гальваническом цехе. Он подвергся кардинальной модернизации. Сейчас линия полностью автоматизирована, что в лучшую сторону сказалось на качестве продукции. Враг обучения, да? Ну, стараемся. А комплектующие, то, что там химорегенты берете, подорожали, наверное, да, практически? Ну, это, как у всех. Сколько в 20-м отношении? Ну, я не знаю. В принципе, сложно говорить, да? Сложно говорить, но по дракметаллам ежеквартально. У нас дракметаллов очень много идет. Ежеквартально дракметаллы дорожают. Поэтому большой рентабельности нет. Я сказал, что госзаказ в основном, вот объемы, как бы, если по прошлому году, вот, ваши помощники, министр экономического сказал, вот у вас, говорит, по объемам падения, да, то, что мы лишнего сделали 3% в прошлом году, а в этом году мы сделали, произвели меньше, но продали мы практически на уровне, и производство у нас... По году уже нормально там у вас? У нас все нормально. Мы лишнего ничего не делаем, потому что сейчас нельзя на склад работать. Сегодня же глава Чувашия провел встречу с руководством муниципалитета, а также принял участие в расширенном заседании собрания депутатов. Оборот предприятий города превысил 8 миллиардов рублей, что на 20% выше уровня 2014 года. Сохранили темпы роста механический завод, бумажная фабрика, Элтех и СКМ. Важной составляющей экономики является малый и средний бизнес. За 2015 год численность работающих увеличилась на 3% и составила 4400 человек. На стадии реализации сейчас находится 6 инвестиционных проектов, еще на 130 новых рабочих мест. В 2015 году в бюджет «АллатРа» поступило доходов в сумме 517 миллионов 200 тысяч рублей, а 70% поступление из федерального и республиканского бюджетов. Собственные доходы в прошедшем году составили 157 миллионов 200 тысяч рублей и по сравнению с 2014 годом снизились на 2,4%. Основное снижение допущено по единому налогу на умененный доход и земельному налогу по причинам снижения налогооблагаемой базы. Ряд организаций и частных предпринимателей перешли на упрощенную, более выгодную для них систему налогообложения. В сфере земельных отношений нарушения встречаются чаще всего, отметил Михаил Игнатьев. Слишком лакомый кусок, поэтому администрация города должна взять под жесткий контроль ситуацию с неплатежами. Это уже уголовно нахозимое деяние, потому что прокуратура и НЛД четко занимаются, у них четкие установки. Все вопросы коррупции это в земельных отношениях, в отношениях с муниципальной собственностью, государственной собственностью. Это тоже никому не секрет. В плане пополнения собственных доходов администрация города очень рассчитывает на развитие в Аллатре туризма. Мы вырабатываем концепцию развития паломнического, историко-культурного, событийного, школьного, патриотического, а также новых видов, это гастрономического и фольклорного туризма. По нашей задумке проект будет называться «АллатРь – центр христианства по Волжье, музей под открытым небом». «АллатРь» уже выиграл российский грант на создание кинозала, соответствующего современным стандартам киноиндустрии. Поддержку могут получить и другие частные инициативы с помощью федеральной корпорации поддержки малого и среднего бизнеса, представители которой были в Чувашии на днях. Глава республики наградил тружеников района, а также вручил свидетельство о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую стремленность. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Подведение итогов социально-экономического развития любого муниципалитета за год – это хорошая возможность обсудить пути решения существующих проблем, потенциальной точки роста района. Такой обстоятельный разговор состоялся в Мариинско-Пасадском районе. В нем участвовала заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Свою поездку в район Алла Салаева начала с посещения гимназии номер один. Обучение в школе идет по вариативной программе с учетом интересов учеников. Здесь учатся свыше 500 детей. Количество учащихся удалось увеличить за счет появления нового корпуса. Сейчас решается дальнейшая судьба старого здания. Варианта два – реконструировать его в соответствии с современными стандартами или снести. Власти района готовят предложение в Министерство образования Республики. В своем докладе глава администрации района Владимир Григорьев подробно рассказал о том, как развивается экономика района. Такие предприятия, как Морпосад-Кабель, Вител, Маслозавод работают стабильно, обеспечивая доходную часть районного бюджета. Индекс производства сельского хозяйства здесь выше среднереспубликанского значения. Только за прошлый год сельхозтоваропроизводители получили в качестве государственной поддержки более 43 миллионов рублей. В Альборусовском сельском поселении начато строительство фермы для откормки крупного рогатого скота на 500 голов. Построено два картофелехранилища. В этом году планируется реализовать еще два инвестиционных проекта в области животноводства. Когда в районе есть работа, жители не думают о переезде. В рамках реализации всех жилищных программ 91 семья улучшила свои жилищные условия. В районе ремонтируются дороги, благоустраиваются дворовые территории. Одной из проблем, требующих срочного решения, Владимир Григорьев назвал растущие долги по оплате за потребленный газ. С каждым неплательщиком, будь то юридическое лицо или житель многоквартирного дома, ведется индивидуальный разговор. Составляется график погашения задолженности. Этот вопрос на особом контроле администрации. У Мариинского посада богатая история. Здесь есть, что показать туристам. Составленный маршрут охватывает главные достопримечательности старинного купеческого города и района, включая известный на всю Россию мемориальный комплекс летчика-космонавта Андриана Николаева. За лето у причала на Волге швартуется более 30 круизных теплоходов. К 160-летию города администрация планирует привести межрегиональный фестиваль посадов. Туризм должен стать одной из статей дохода бюджета района. Привлечь дополнительные средства можно и за счет грантовых программ. Приведу вам пример. Сегодня Канаша, Шумерли, АллатРа, которые в рамках программы, в рамках года российского кино сегодня получили по 5 миллионов на кинооборудование безвозмездных субсидий. Сегодня правильно представленные заявки, они были поддержаны. Сегодня в этих трех районах в этом году каждый получил кинооборудование, залы для концертных залов и так далее. Конечно, здесь я понимаю прекрасно, есть большие проблемы в рамках бюджета, какие расставить приоритеты, но надо увеличить доходную часть. Еще одним актуальным вопросом для района остается привлечение молодых специалистов. По словам вице-премьера, молодые ребята, закончив институт, не всегда возвращаются в родной город. Всего 10% работников младше 30 лет работают в районе. Эту тему вице-премьера обсудила с представителями трудовых династий учителей. При каких условиях молодежь остается работать на малой родине? Если есть жилье, достойная заработная оплата и хороший досуг. Решение этих задач правительства республики относит к числу приоритетных. Но то, что уже сделано в этой области, меняет тенденцию. Именно, которые кончали гимназию, стараются эти же люди вернуться в эту школу и работать с ней, продолжать. Но в последнее время у нас влились именно выпускники этой школы. Учитель истории, еще учитель истории, снова учитель истории, учительницы математики. Это все выпускники гимназии. Они возвращаются в свою школу. Татьяна Молокова, Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. Сани положено готовить летом, а для сельхозтехники самое время зима. Сегодня четыре района республики получили тракторы на льготных условиях. Без трактора в крупном сельхозхозяйстве не обойтись, а стоят они около миллиона рублей. Если брать кредит, к примеру, на три года, стоимость и вовсе возрастает в полтора раза. Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, в Чуваши еще в конце 90-х создали лизинговую компанию. Она сдаёт хозяйствам технику в долгосрочную, даже бессрочную аренду за финансовую компенсацию, которая значительно ниже банковских ставок по кредитам. Если взять процентные ставки по банкам, а у нас в Чуваши-Агролизинге, годовое удорожание составляет не более 4%. Всего за период, скажем, лизинга, за три года всего получается удорожание на 12%. По такой системе в республике сельхозпроизводители уже получили более 1200 единиц техники. Сегодня в хозяйство Ядринского, Урмарского, Маргаушского и Цивильского районов уехали четыре белорусских трактора. Обновлять технику нужно, и поэтому в этот сложный период, то, что вот сегодня пришли первые четыре трактора для Чувашской республики, это очень важно. Я думаю, в дальнейшем работа будет продолжена. Надо в ближайшее время собрать у всех сельхозпроизводителей заявки, дать им, раздать им перечень техники, которую мы можем привезти. Теперь вы уже механизмы знаете, соглашения подписаны. Для руководителей хозяйств новая техника – это рост производительности труда и новые технологии. Для рабочих – комфортные условия. Кабины, тепло. Летом можно включить вентиляцию, можно сделать прохладную. Опробовать технику в деле аграрии смогут уже через полтора месяца. В апреле начнутся весенние полевые работы. Дешевая рабочая сила – уклонение от уплаты налогов и страховых взносов. Система привлечения работников без официального оформления трудовых отношений кажется работодателям привлекательной. Однако так называемая «теневая занятость» в итоге имеет печальные последствия для обеих сторон. На деньги, которые не дошли до бюджета республики, вполне можно было построить новый садик. И не один. Ежегодно республиканская казна теряет 2,5 миллиарда рублей за серых схем выплат зарплаты наемным работникам. Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательство администрации Чебоксар проводит еженедельные рейды по торговым точкам города. Очередной рейд прошел на Николаевском рынке. Увидев камеры, большинство предпринимателей закрыли свои точки. Процент добросовестных предпринимателей оказался невелик. Большая половина торговцев пытается обойти закон. Значит, такие есть ошибки. Аналогичные, которые мы выявляли также в центральном рынке, и здесь точно такие же ошибки. Нет трудовых договоров, трудовых соглашений. В трудовых соглашениях указывают только одноразовые выплаты заработной платы. Низкие зарплаты пока не выявлены. Пока все показывают в трудовых соглашениях более 7 тысяч рублей. Подробнее о том, как администрация столицы борется с теневой занятостью, мы расскажем вам в программе «Об этом подробнее» 25 февраля в 20.30. Ежегодно в Дни памяти известного поэта Геннадия Айги, принесшего республике всемирную славу, в Национальной библиотеке в именном зале открывается выставка. Коллекция Айгиана, которая представлена в библиотеке, создана самим Геннадия Айги. Все экспонаты, а их свыше 800, он собрал сам и передал в библиотеке. Его портреты, книги, произведения о нем и его творчестве поэта – отдельная коллекция изданий, подписанных самим автором. Ежегодно куратор выставки представляет экспозицию по определенной тематики. Решили собрать в одном месте всю информацию о его наградах. У нас в нашей коллекции есть две его награды личные. Это орден инициатор искусств Франции, который передала нам его вдова Галина Борисовна. И золотой венец с русских македонских вечеров получил Геннадия Айги. Это в прошлом году нам подарили, тоже передали из его семьи. Через неделю, 25 февраля, здесь пройдет поэтический фестиваль, где студенты-иностранцы, учащиеся в чебоксарских вузах, будут читать стихи поэта на своем родном языке. «Хочешь изменить мир? Начни с себя». Эта фраза касается многих сфер жизни, в том числе и здорового образа жизни. Сегодня в Чебоксарах стартовал первый этап спартакиада органов госвласти. Впервые в этом году проходит соревнование по стрельбе с пневматической винтовки. Чиновников приняла у себя недавно появившаяся в республике Федерация стрелкового спорта и только что открывшийся стрелковый клуб. Как и положено, выступлением предшествовали тренировки. Стрельба требует особой подготовки. «На мой взгляд, конечно, намного сложнее, потому что работает рука, то есть нужно тренировать руку, чтобы держать пистолет, чтобы рука не дрогнула». Четыре участника команды выполняют пять пробных и десять зачетных выстрелов. «Пока рано еще результат оценивать, но по внутреннему ощущению справились с первым заданием спартакиады успешно. Готовились к этим стартам, ходили даже на тренировки. Особая ответственность в стрельбе. Почему? Потому что мы впервые в этом году включили в программу спартакиады стрельбу из пневматического пистолета. Это олимпийский вид программы летних олимпийских игр. Поэтому условия здесь совсем другие. И, соответственно, вот эта атмосфера, которая создана в этом стрелковом тире, дает такое дополнительное ощущение, что мы сегодня не только на обычной спартакиаде, а на больших официальных каких-то стартах». Эта спартакиада юбилейная. Пятнадцатая по счету. Кроме стрельбы в программу соревнований включена и фитнес-аэробика. Победители спартакиады определятся только к концу года. Татьяна Молкова, Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика. Все чаще в последнее время в хронику криминальных новостей попадают так называемые коллекторы. Шокирующая история о выбивании долгов в прямом смысле слова приходит из разных регионов России. Ростовской, Ульяновской области, Челябинск, Новосибирск. В нашей республике подобных случаев не зафиксировано, но количество жалоб на действия коллекторов в адрес руководства МВД Почувашии за год выросло втрое. О том, в каком правовом поле работают коллекторские агентства, заговорили законодатели России. Об этом далее, а я с вами прощаюсь. До свидания. В конце января страну потрясла новость в Ульяновской области. Из-за действия коллекторов едва заживо не сгорел ребенок. Это не первый и, увы, не последний пример того, как действуют коллекторские агентства. И вот новая дикая история. В Новосибирске коллекторы разместили в интернете некролог на годовалого ребенка и распечатали рекламные листовки о секс-услугах с фотографией номером телефона его матери из-за долга в три тысячи рублей. После таких историй уже никто не сомневается. Такие организации ни перед чем не остановятся. Действовать надо на законодательном уровне. Еще в январе депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который запрещает работу коллекторов. Про коллекторов уже говорили. Мы уже давно внесли этот закон. Надо прекратить ту деятельность. Да по-русски назвать коллектор, то есть собиратель, собирает долги чужие. И всем понятно, что здесь, скорее всего, будет криминальный душок. Или те, кто сидели в тюрьме и знают, как в камере выбивать долги после картежных проигрышей. Или бывшие работники полиции, уволенные под каким-то отрицательным показателем. И вот они трамбуют население. И количество выбитых долгов куда меньше, чем потерянное здоровье. Поэтому наш закон быстрее принять и запретить. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением создать специальный орган, который будет следить за деятельностью коллекторов. Сейчас соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Здесь нужно соблюсти баланс интересов кредиторов, заемщиков, государства. Но при этом первоочередным должна быть защита конституционных прав наших граждан. Нужен закон, жестко регламентирующий деятельность этих организаций и не позволяющий им переступать границы, где уже нарушаются грубо права граждан. В одном из интервью федеральных информагентств Владимир Жириновский заявил, ЛДПР готова поддержать эту инициативу, лишь бы быстрее прекратить деятельность коллекторов в том виде, в котором она осуществляется сейчас, пока география беспредела коллекторских агентств не расширилась. К примеру, за счет Чуваши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok